Дорогие друзья Поздравляющих было очень много К сожалению, мы не можем показать всех и все, что творилось под театр эстрады Но мы постарались выхватить основное и важное для юбиляра Итак, смотрите Концерт Геана Орлазорова без оркестра Видишь, как руки трясутся Сейчас не трясутся Ну ты камерой потряси, вроде как Трясутся Ужас Ноги ватные Раньше, когда у меня были критические дни Я очень страдал Но теперь, когда я в такие дни выхожу с ватой А главное, сухо Михаил Михалович, здесь Сними меня Михаил Михалович, сними И меня на фоне там где-то, сними Михаил Михалович, сними Правительство кто-нибудь есть? Кого-нибудь, сними, иди Здесь правительство Я тебе Лучше я по тексту пойду, ребята Орлазоров появляется в проходе Зрители встречают Орлазорова прессментами Все нормально Стоя Дай Бог тебе здоровья Один зритель встречает Орлазорова прессментами Ну вот, концерт начинается Нетрадиционно С вручения подарков Орлазоровым зрителям Орлазорова Ну сразу испугаясь Орлазорова зрителям Подарки Орлазору Подарки в студию Орлазору Девочки уходят в самые интересные концерты. Слышны крики? Гриша, а ты говорил, ничего хорошего не будет? Это шепот, парень, при таких подарках. Это шепот. Думал? Так, если подарки не несут, Орел Лазоров снова зовет девочек. Но они уже успели поехать давать другие подарки. Вместо них появляются мальчики. Которые вернут подарки Орел Лазорова. Слышны крики Орел Лазорова в думу. Сюда, встань, сюда, 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 сюда. Раз, два. Тут на два больше. Испугавшись мальчиков, зрители вернули даже что-то из своем. Кто-то из веселых зрителей. Но веселее. А я другого и не ждал. Кричит, Орел Лазоров лучше спой что-нибудь. Крикнет, Орел Лазоров спой что-нибудь. Погромче, мужик. Ну подожди, я же говорю, портер кричит, парень. Ну, кричит. Портер, парень, да. Ну, а что, спой что-нибудь. Вы не веселее, но не на стоках, сейчас. Передай парню бутылку. Передай, на, стаканчики возьми, возьми стаканчик. Крикни, крикни еще раз. Крикни. А ему? Что ты себе-то сделал? Ты же не кричит. Ну, тогда встань, встань, открой, встань, встань. Мужчина с шестого, раз, два, три. Открывает бутылку. Опа. Наливает, наливает. Все ждут, пока ты нальешь. Тогда крикни, Орел Лазоров спой что-нибудь. Выпей, пожалуйста, выпей и крикни. За здоровье. Нет, крикни, Орел Лазоров спой что-нибудь, крикни. Пой что-нибудь. Нет, крикни. Орел Лазоров, кончая базар, в Польше. Ты до того, как пил, лучше орел, честно. Кончая базар, Орел Лазоров спойет. А сейчас все спойют. Клара спойет. Тетя Соня. Фима спойет. Вейзмир, я артист. Петра Селер. Перестроит, перестроит. А я пою, ребята. Душой пою. А текст? Вот песня о первом концерте Собралась тогда нас пятьсот. Я вам их сейчас перечислю. Хороший был добрый народ. Пришел Николай Алексеев. Ты его не знаешь. И Витька Аеев пришел. Здорово такой. Пришла Аеев. Такимова Анна. И Мишка Шапира. Хохом. Вон сюда приходит. Я вам пикер их перечислил. Осталось четыреста девяносто пять. Песня длинная. Народу нравится. Слушает с удовольствием, кто пришел. Сейчас буду петь песню об этом. Об юбилейном концерте. Понимаешь, да? Текст какой. Я подхожу, говорю. Пришел. И ты говоришь, а кто пришел? Тебе на музыку никогда не клали? Там не больно. Могу в миноре, могу в мажоре. Главное, Николай Алексеевич, там, кому я подойду, хорошо? Свет дай в зал. Главное вступить. Сейчас подарить тут мне хочет часы, мужчина. Не очень-то мне и хотелось, чизы-то тебе бархло. Солидный мужчина, и место такое, и ряд. Наверное, это начальник. Такие не сидят. Еще что-то спеть мне вам надо. Ну, что я вам этим скажу? Поэтому петь я не буду. Я кое-что вам покажу. Ян, я прошу прощения. Но я уже показал. Еще не все. Ну, погоди, ну, надо же начинать торжественный вечер, понимаешь? А, это конференция. Григорий Баскин. Григорий Баскин. Конференция. Ну, и что? Вам что, ничего Григорий Баскин не говорит, что ли? Григорий Баскин, конечно, не говорит. Григорий Баскин. Ты вообще забываешь, что ты говоришь? А выглядишь как молодо на все столы. Когда Григорий Баскин, я помню, говорил, он никогда не забывал, что он говорил. Он даже когда не было ничего сказать, он все равно говорил, говорил, говорил. И все время рифму, юмор, все время Орлазоров, Киркоров. Он все время говорил. Я все время мечтал, чтобы ко мне приехал конференция из Питера Григорий Баскин. Мне говорят, почему ты так любишь Григория Баскина? Я говорю, ну, что это Григорий Баскин? Говорю, вдруг он не поедет из Питера. Я говорю, конечно, кто я? А кто Григорий Баскин? Друг он не поедет. Как-то неудобно будет, чтобы вдруг он не приедет. Поэтому, чтобы не попасть в такое положение, давай его не будем звать. Поэтому тебя и не звали, Гриш. Подожди секундочку. Нет, подожди. Там в сценарии тебе нету. Подожди секундочку. Как нету? Ну как, тебе нету здесь в сценарии, Гриш? В сценарии тебе здесь нет. Орлозоеров поет песню. И тебе здесь даже и нету в сценарии. Погоди секундочку. Сейчас. Ну? Склади. Вот теперь есть Ты написал, что Орлозоров и появляется Баскин Да? И Орлозоров Посылает Баскина за кулисой Приглашать гостей Никогда про меня не скажут, что Этот может и стихи читать А я могу Правда? Смотри Над омраченным Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом Блеская шумной волной Края своей ограды стройной Нева металась, как больной В своей постели беспокойной Уж было поздно и темно Сердито бился дождь в окно И ветер дул протяжно воя В то время из гостей домой пришел Евгений молодой И так домой пришел Евгений стряхнул в шинель Разделся, лег Но долго он заснуть не мог А она засыпает Публика это засыпает на этом месте Я говорю Эту оперу не люблю Я говорю Это же не опера Это стихи Ну там и Евгений Я говорю Это же не Онегин Там бедный снадник Там даже интересно О чем же думал он? О том, что был он беден Что трудом он должен был до себе доставить Независимость и честь Что мог бы Бог ему прибавить Ума и денег Что ведь есть такие праздные счастливцы Ума недальнего ленивцы Которым жизнь куда легка И тут он встает Этот, которому жизнь легка Я говорю Пацан Я говорю Это не о тебе Я говорю Там же интересно Там же Отче Я говорю Ты что пропускаю Сомкнул И вот редеет мглани Наштой ночи И бледный день Уж настаёт Ужасный день Ты послушай Нева всю ночь Рвалась к морю Против бури Не одолев их Буйной дури И спорить стала Я не в мочь Поутру Над её брегами Теснился кучами народ Клюбуясь брызгами Горами И пеной разъярённых вод Но силой ветров От залива Переграждённая Нева Обратно шла Гневна Бурлива И затопляла острова Погода пуще Сверепела Нева вздымалась И кипела Котлом клокочи И клубясь И вдруг Как зверь Остервенясь На город кинулась И они кидаются К дверям Вся Вся эта публика Толпа к дверям На этом месте Я же затрачиваюсь Ты же видишь Я же кричу А теперь смотри Феномен Я ничего делать не буду Смотри Сказка Видишь Спокойно И что Сказка У старика А мораль сказки Знаешь В чём Нет Если тебе сказали Что человек Дурак Нифига его В деле проверять Всё И не пыжился И не орял Не вар Волосик Морю Не надо Всё Так что Мужики Извините Это не я Это профессия Меня заставляет И вы конечно Немножко давите А от стихи Мечтал читать Конечно В фильме В фильме Мечтал сняться Насколько я могу Сниматься Или не могу Сниматься Или мог я Сниматься Или не мог Сниматься Может оценить Единственный человек Который разбирается В кино У вас подарок есть? И поздравление Марк есть? В связи с тем Что Тема Мужика Стала очень актуальной В России Наверное Не только в России В кинокомпании Кинотавр Решила учредить Приз Приз Который вот стоит Здесь на сцене Мы действительно Ян можно Я не буду читать Стихи Которые здесь Нет Нет Я люблю Можно почитать Попробуем Попросим АПЛОДИСМЕНТОМ 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 Просил Я просил Чего же не делал Если бы я не просил Ты бестрахно был О творчестве твоем Немало споров Идет уже почти Полсотни лет Но в том Что уникален Орлозоров Ни у кого Поверь Сомнения нет Ведь у тебя Способности Слихая У публики Создать Такой настрой Что зритель Хохоча Не понимает Где он Зачем И кто он Есть такой Наш кинотар Давно с тобой Дружен Без Яна Фестиваль Не фестиваль Мужчин полно Но всем Зачем-то Нужен мужик При этом Очень жаль Народу Что еще не Воплотили В скульптуре Твой неповторимый Лик И посему Сегодня мы Решили Дать Прискульптурный Золотой Мужик АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У артиста Эстрады Самые яркие Впечатления Конечно И первая Любовь И первая Роль И первая Женщина И первый Автор Потому что Ничего Не ценится Так дешево И не достается Так дорого Как первый Номер на эстраде Первый Автор Яна Орлазорова Петербуржец Простите Я говорился Россиянин Семен Альтер Семен Я Перед тем Как ты начнешь Меня поздравлять Действительно Хочу сказать Всем Что ты Роднотянник 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 Ты первый Принимал Эти роды 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 были В общем Удачные И я Поэтому Хочу Подарить Тебе Вот это Вот Гинекологи 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 Гинекологическое Дерево Руссиня Когда я был Маленький И Ты меня Плохо Кормил Своими Президениями Я плакал Когда ты От меня Уходил И Старался Писать Под себя Сам правильно так оно было ну ты был молодой тебе хотелось иметь много детей правильно потому что ты не только хотел но и мог тогда иметь много детей вот я хочу тебе подарить это генеалог генеалогическое дерево сегодня потому что гений что первый в общем со мной видишь она плодоносит сколько тут побегов в синя вот это твой побег от меня помнишь семён тут много побегов и других авторов там трушкин клюсту но первые вот эти побеги от тебя от меня были твои а я вот эту сучок лысый ты хочешь посмотреть где ты семён ты здесь ты корни мои сенька ты мои корни поэтому ты такой хуйенький тебя высосали все я наверное единственный из присутствующих здесь мужчин который провел с я нам два года в одной постели что 20 лет назад мы с ним начали работать вместе я приезжал из ленинграда в москву у я на был один диван на всех и на нем мы провели свои лучшие годы правда не знаю как он ведет себя постели женщинами мне он не давал уснуть до утра постоянно говорил о работе среди первых вещей с которыми я стал известен были и мои консирша вокзала с его присказкой господи первый выход зал в интерменде свадьба орлозоров хотел быть не похожим на других наверное в этом и есть смысл актерской профессии он первым первым нашей эстраде начал работать рискованно стоя одной ногой в зале что еще отличает я над остальных он бескомпромиссен со всеми плюсами и минусами максималист наверное потому и мы разошлись когда он застукал меня с казановым орлозоров на эстраде ходит быстрее бритвы он подходит незнакомым людям и говорит мужик и до сих пор его никто не послал подальше мы юмористы или как нас любовно называют сатирики так или иначе должны добиваться смеха народ не простит нам размышлений и грусти из последних сил уже кряхтя шутим но пожалуй никто не добивается таких взрывов хохота как орлозоров по шкале рихтера это порядка 6 7 баллов на многочисленные жертвы счастливы и просит еще желая на долгих лет по шкале рихтера здоровья ему и его близким а также счастья в личной жизни как у всех мужиков ну и как бы как бы в подарок в ответ за это чудесное генеалогическое дерево которое мне еще предстоит долго разбираться я хочу подарить я на маленькой эндерметик который у меня смеха никакого не вызывает а у него наверное станет шлягером алё это двести тридцать четыре пятьдесят семь шестьдесят семь как как я говорю до двести тридцать четыре пятьдесят семь шестьдесят семь сейчас надену очки посмотрю да нет да нет нет да да три из семи цифр набрали неправильно а кто вам нужен единственная женщина которая отважилась тебя поздравить и ты всю жизнь обращался только к настоящим мужикам а она получила это почетное право потому что своем творчестве обращалась к настоящим мужикам тоже алена аппины аленка подожди нет сначала ты пока ты не начал говорить потому что говорить ты умеешь это мы все знаем дорогой ян тебе вчера по телевизору видел спасибо я поздравляю тебя с днем рождения я тебе узелок завяжется начинает узелок развяжется если сильно хочешь есть малое не покажет что-то тебе солнышко да не пригодится платочек заберешь давай все мы знаем какой-то замечательный какой-то веселый остроумный очаровательный красивый собаку тебя замечательно не перебила не я знаю про талантливый сказала нет еще не успел что у меня папа юрист говорила не говорила нет нет еще скажи хорошо не у папы юрист масса из харькова мама из харькова на что талантливый выходит так на сегодня была просто потрясена когда услышала как ты поешь это еще один талант совершенно неожиданный я предлагаю тебе на свое пятидесяти однолетие выпустить сольный компакт-диск с песнями это мое такое тебе пожелание спасибо тебе спасибо что ты будешь спонсирует с удовольствием на тебе я хочу спеть твою любимую песню давай ты мне подпоешь давай спасибо 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 Алена Апина я думаю что количество певцов которые пришли сегодня поздравить яна орлозорова за кулисами говорят о том что он им не конкурент но для того чтобы оценить твое творчество по-настоящему пришлось вызвать независимых экспертов и так лев лещенко владимир у меня малое давай и 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 КОНЕЦ Эх, яблочко, к твоей милости Пусть у тебя на голове чё-то вырастит Эх, яблочко, да редкий экземпляр Нынче чайники мы все, ты же юбиляр Нынче чайники мы все, ты же юбиляр Ян, дорогой, вот мы от семьи чайников хотим подарить тебе старинный самовар Да, самовар Сколько же лет, сколько и тебе, да? Да Ух ты Но главное, главное не Мы тебе дарим портрет Но это ты можешь использовать на всех юбилеях Да И к Женеце мы тоже придем И тут мы тебе потрясуем, чё надо О, я могу одну вещь сказать короткую Я хочу сказать, что я хочу поздравить Володю У него сегодня у ребенка день рождения Он, конечно, попал Поэтому прими от меня тоже подарок, Вовка Чтобы тебе не так дорого было Я заплачу Спасибо, поздравим Володю с днем рождения Не с твоим Держи, я ребенка отнесу Только не делаю вид, что ты временно подарил Это он насюда Знаешь, после юбилея Лазурова Самое главное, вот другое Когда утром, знаете, когда утром Мужик подходит после твоего дня рождения После банкета Будет банкет? Ну, чтобы знали люди Знаешь, и вот Подходит к зеркалу утром Витя, иди завтракать О, Витя, юб Валерий Леонтик Ого Валер Валер, спасибо Извини Извини Тут Тут накладка, Валер Не у телевидения, не у меня Я тебя с голой головой не могу встречать Что я, рыжий, что ли? Михаил Михаил Оцени Думал же Уважаемые дамы и господа Нет Дорогие друзья, так надежнее будет Я вышел на эту сцену, чтобы сделать официальное признание в присутствии вас всех В присутствии юбиляра В глубокой симпатии и любви Талантливому, обаятельному, умному артисту и глубокому человеку Яну Яну, желаю тебе еще тысячи лет процветания, благоденствия, успехов, жизнелюбия, энергии, оптимизма И я счастлив, что мы хотя бы несколько секунд находимся на одной сцене Спасибо Это я счастлив, что я наконец приоделся Спасибо А? Как хочешь, будешь ты? А Петя, он будет или нет? Будешь Я не рассчитывал Одну секунду, я переоденусь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ян Все щукинцы Одна семья Значит, я сестра твоя Твоим талантом я горжусь В любви признаться не стыжусь Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Зайла Ашрафова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А где это Леон? Тут? Леон? Леон? А? Он ли это? Он ли? Измайлов Леон Я смотрю он ли или не он ли? Он ли? Ты китаец что ли, Леон? ООН ЛИ 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 Хватит, все АПЛОДИСМЕНТЫ Те, кто никогда для тебя не писал, а чьи произведения ты исполнял, вот таких очень мало. Их по пальцам. Да. То есть на одном. Понял? Да. Очень хорошо. Аркадий Арканов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Дорогие друзья, дорогой Ян. Я не буду утомлять ни тебя, ни почтенную публику чтением своих произведений, даже самых коротеньких, потому что все, что я хотел высказать, это будет сказано тобой и исполнено тобой с величайшим мастерством. И я этим очень горжусь. Я просто хочу сказать просто очень коротко все, что я о тебе думаю. При этом сошлюсь на такая маленькая преамбула. Еще в советские времена, в стародавние, знаете, когда заканчивался любой доклад, любое приветствие, обязательно нужно было произносить «Да здравствует наше родное советское правительство, да здравствует наш центральный комитет партии». Одному профессору, чрезвычайному интеллигенту, было поручено сделать такой доклад, который, естественно, ему написали. И он сказал, все, я буду произносить, но это я, интеллигент, как и могу эти здравицы произносить? Видимо, сказали, можете сказать своими словами. Он прочитал доклад, а он еще грассировал и сказал в конце, «Да здравствует наше восхитительнейшее правительство и совершенно потрясающее ЦК». Его посадили после этого. Янчик, ты совершенно восхитительнейший, совершенно потрясающий. Еще раз, Аркаш, скажи. Восхитительнейший, совершенно потрясающий. Ты талантливый. А про папу говорил? Ты красивый. Папа юрист у меня. Папа у тебя юрист. Спасибо, что подсказал. Ты красивый, ты обаятельный, ты честный, ты порядочный, и ты просто гениальный. Почему я это говорю здесь? Потому что я об этом всегда говорю всем про тебя, когда ты этого не слышишь. Янчик, все, что я сказал, я тебе сказал в лицо. Спасибо. Аркаша, подожди, не уходи, я сейчас посмотрю, как я тоже должен сказать. Подожди, не уходи. А вот, вот, смотри, вот нашел Аркан. Заканчивает выступление Арканов, Орлазоров к нему приходит и говорит, спасибо, Аркаша. Спасибо. В лицо. Как я его? Аркаша, Аркаша, спасибо тебе не только за это, а вот за то, что я хочу тебе показать. Это твое. Каждую ночь мне снится сон. Как будто меня ведут на казнь. То ли я все просмеял, поэтому меня ведут на казнь. То ли меня казнят за то, что я все просмеял. Огромный цирк. Цирк Шапито. О, на нем надпись. Финита ля комедии. На сегодняшнюю казнь все билеты проданы. На казнь меня ведут почему-то мои друзья. Они всегда смеялись над моими шутками. Тот, кто впереди, он не оборачивается, ему стыдно. А на того, кто сзади, я не хочу смотреть. Мелкий-мелкий дождь, как будто из пульверизатора. Зонтики, зонтики, зонтики. Плащи, плащи. Зонтики, зонтики. Очень много любопытных. Смеялся смехать. Я говорю, ребята, мне вас очень жалко. Мне погода какая. Мне только туда, а вам еще назад возвращаться. Как он сказал? Или он сказал? Как он сказал? Он уже больше ничего не может. Он уже больше ничего не может. Приходим в цирк. На арене стоит элегантный электрический стул. Плащ мне говорит, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Я быстрее. Очень много людей, все с мороженым. Он и родителей. Мама говорит, как ты себя чувствуешь, сынок? Как твоя нога? Нормально? Глазник сказал, что уже лучше. При чем здесь глазник? При чем здесь глазник? Нога болит так, что глаза на лоб лезут. Старый анекдот. Старый. Он уже ничего не может. Ничего не может. Мама. Сынок. А что ты ел сегодня? Не волнуйся. Бутерброд с хлебом. Доведешь ты себя, сынок? Не. Вот эти ребята меня доведут. Меня подводят к палахи. Вы хотите что-нибудь спросить? Я говорю, да. А какой сегодня день? Понедельник. Нифига себе, неделька начинается. Он уже больше ничего не может. Он ничего не может. Все. Я говорю, не взяли подушечку? А на левом боку засыпаю плохо. И они приносят мою подушечку. Детскую. И Мишка вышит. И я чувствую, сейчас он занесет топор. И все. Я говорю, подожди. Подожди. А последнее слово? Пусть скажет. Пусть скажет последнее слово. Я назову все слово. Только вначале откройте первую букву. Этих букв в этом слове 87. И пока вы не отгадаете все слово, я буду жить. Каждую ночь мне снится этот сон, что завтра меня снова отведут на казнь, если бы я не придумаю ничего смешного. Но я постараюсь ну что-нибудь придумать, чтобы завтра вы же меня и не казнили. Михаил Михайлович, спасибо вам, что вы у России есть. Боже мой, Михаил Михайлович, мой бог. Ты, а я к вам обращаюсь. Боже мой, не только мой, Михаил Михайлович, наставь нас, речевиков, на путь истинный. Не дай идти по пути успеха дешевого, но чтоб на жизнь хватало достойную, как у Киркорова. Михаил Михайлович, возьми эти гвоздики и пригвозди меня, как можешь. Выйди и выступи, Михаил Михайлович. Михаил Михайлович. Жванецкий. Дорогой Ян, вообще мне очень нравится, как ты построил сегодняшний вечер. То есть ты практически пригласил приветствующих, и каждый из них тебя выслушивает. Это задержка. Он разгребездил сегодня весь вечер. Конечно, я тут уже думаю, ну куда, ну куда, ну что, я уже пойду. Умолкаю, умолкаю. С чем я пойду? Все, все, все. С чем я пойду? Я привык на фоне молчания, я привык на фоне музыки, я привык на фоне чего-то. А тут ты, ну конечно, у нас все разговорники, я, конечно, ты, ну что я сейчас, ну что, ну кого? Ты все тут взял? Ну что я, ну это что? Что я хотел сказать тебе? Я, когда мы выступали в Новороссийске пару лет назад, вот я впервые с ним был как-то вместе, так мы вместе долго, потому что это был праздник, 150 лет в Новороссийску. То есть сошлись вот эта нефтяная труба и много начальства. И посредине был пароход с артистами, полный пароход артистов. И когда мы потом выступали в городе, то я, когда мы подъезжали к ангару какому-то, такие взрывы хохота, столько хохота, это был Ян. Вот он умеет, такое количество смеха я слышал только на выступлениях Карцева и Ильченко. Значит, что я хотел сказать? Так как Ян до сих пор не женат, слушай меня внимательно. Да, я убью. Я хочу в супружеской жизни, ребятки, что главное? Он, наверное, в супружеской жизни самые... Очки надо все-таки одеть. Да, у нас помочь. Ребятки, надо очки одеть. Помолчите. Извините. Да, вам. Извините. Вот в супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите скандалить, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный. И слова выстроились. И не в кого. Не в кого все это запустить. На ваш крик. На ваш крик. И не в кого все это запустить. И не в кого все это запустить. Это скандал музыкальный. Такая жена. Она бодрит. И говорит, что вы правильно женились. И что вам именно такая нужна. Она действует. Это, конечно, высокий класс. Она действует не на поверхности. Она калечит внутренние органы. И кликуха дает точную на всю оставшуюся жизнь. Допустим, припаточная ничтожесть. Когда вы с ней подругу идете по улице, она вам это сообщает. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп. И уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать? Спрашивают друзья. Что? Да, как раз дышать вы не можете. Убить да, умереть да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Это хороший скандал. Настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя. С потерей сознания. С перерывами на реанимации. После чего она же подает на развод. Женщину скандал не портит. Он ее освежает. Ее организм как перчатка. Что туда положишь, ту форму она и принимает. Она скандалит и живет. А ему скажешь, чтоб ты подох, он тут же исполняет. Что я хотел еще пожелать. Из начальников надо выбирать веселых. Здесь три пункта. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых умных. Из умных твердых. Из твердых порядочных. Из писателей, ян, надо выбирать веселых. Из веселых талантливых. Из талантливых умных. Из умных кратких. Из друзей, ян, надо выбирать веселых. Из веселых верных. Из верных умных. Из умных честных. и долгоживущих. Из жен нужно выбирать веселых, из веселых красивых, из красивых умных, из умных нежных, из нежных верных и терпеливых, и терпеливых, и терпеливых. Михаил Михайлович говорил о том, что действительно я не женат, один раз там был женат. Просыпаешься с ней не то, что пора вставать, а то, что спать с ней больше, но брови выщипанные, волосы крашеные, зуб железный, супруга. Если первой встанешь, значит тебе готовить уже ничего не достанется. А если она приготовит, то это вообще есть невозможно. мне говорили, ну пойди, ну познакомься, ну с кем-нибудь, ну даже никто не нравился. Одна понравилась, но ВДНХ, баба хорошая, стоит, молчит со временем. Ну, рядом там рабочие с молотком. есть возможность, вот сегодня вот попробую. Все. Вот сейчас вот все. Вот кто бы хоть из вас спросил, чего все? Все. Сейчас не твое дело уже. Раньше она была. Женюсь прямо здесь, не отходя от... Почему? Ты у кассы женился? Почему здесь как? Я что-то стою. На сцене. Вот, знаете, женить бы это лотерея, да? Этот, да-да-да, ты уже выиграл, сиди. Помните, еще в этой, в сказке, помнишь, как это, три сына, кто куда, из лука, помнишь, запулит, помнишь, этот, помнишь, младшему достался, запулил, из лука, и этому, лягушку, потом, какая красавица, красавица, да. Сейчас, наоборот, правда бывает, вроде бы красавица, но такая жаба оказывается. Но это не главное, потому что лук у меня есть. Ты-то чего орешь? Я же жениться собираю. Нет, давай так. Вот, с лотереей. Давайте так. Вот, первый ряд, да, вот ты сидишь, да, чуть-чуть свету прибавь. Вот вы сзади не видите, да, кто сидит. Вы называете только ряд, только ряд называете. Дама, вы называете место, ладно? Кто станет, там моя. Честно? Нормально? Всех устраивает? Чего? Не слышу. подожди, подожди, не спеши, как себе, парень? Как себе? Там и бабушку может стать. Пойти я за тебя пойду, дойду ли. На одном концерте, знаешь, как было? Такой, как говорит, седьмой ряд. Там женщина встает, говорит, я, он места еще никто не назвал. Места не было. Восьмой ряд, я. Он говорит, я перепутал, двадцать седьмой, она говорит, все равно я. Она все билеты скупила, понимаешь? И муж у нее рядом, у него черный пояс, белые трусы. Для вас это праздник. Давай. Ты-то все-таки седьмой. Хорошо. Седьмой ряд. Раз, два, три, пять, шесть. Вообще ничего приличного нет. Дама, место. Как? Седьмой ряд, двадцать первое место. Даже встать не может, что-то с ногами они. Двадцать первое есть место? Седьмой ряд есть двадцать первое место? Ну, приподнимись. Солнышко мое, журавушка моя, это я, стервятник твой. Солнышко мое, судьбинушка моя, случилось так. Ой. Извини, тут по работе. Можно тебе на минуточку? Мало ли, у нас свадьба будет, а я никогда, никогда вот так с такой, извини, это по работе. Никогда с такой красавием, в ресторан там, или куда пойти, а я никогда не танцевал. Ты покажешь мне, как надо? Только танцевать, руку, ногу, куда, руку, сюда, что ты к деньгам сразу тянешь. Давай, так, ой, спроси, что ой-то. Спроси, нет? Я говорю, ой. Что ой? ой цветет, карина, поле уручья, парня. Не можешь выговорить, да, про меня так? Годы. Давай, можно я с тобой просто прогуляюсь вот отсюда туда? Можно? Никогда с такой красивым. Давай, как нужно, кто кого должен под руку взять? Ты меня, я тебе, как? Ты меня, я тебе. Ты меня. Пошли. Ты меня прям как политбюро ведешь. Тебе как зовут? Лариса. Лариса, меня я. И тебе нравлюсь? Очень. Да? А что тебе вам не нравится? Все. Ты же не видела. Ты, ты одна, Ларка, Ларка пришла? Что? Ты одна пришла? Нет. Нет, с мужем вернемся. Ты знаешь, спасибо, во-первых, что ты доверил. И тебе, Лариса, спасибо за то, что ты вышла. Можно? Сейчас, одну минутку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Деньги. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что-нибудь придумаю. Знаешь, я что-нибудь изобрету. Борис, слышишь? Изобрету такие капли. Три капли. Все люди будут добрые. Две капли, и мама всегда будет здорова. Это цель. Не капайте на голову, да, зачем? Кому нужны эти капли, правда? Об этом все мечтали. Помнишь, как мы раньше мечтали, как нас учили? Жить. Надо так, чтобы каждый день последний. Надо дышать всеми легкими. Надо плыть за горизонт. Нас учили так. Надо любить самую красивую. Надо лететь с самой высокой горы. А тут мы все сломались. Ударились обо что-то. А стали уже совсем другие. Ножки маленькие. Ручки, но зато две. Мозг не дает. Мой размер. Новый мозг, а он понял? Не надо ничего мечтать. Жить надо. И не надо любить самую красивую. Красивую ничем не отличается от некрасивой. Потому что у него глаза чуть-чуть больше, талия чуть... Ты ведь свою красивую в коже, в сапогах одну вечером не выпустишь, правильно? А я свою ночью в тайгу медведь пальцем не троню. И не надо никуда лететь с самой высокой горы. Только по горизонтали. А палки не для того, чтобы отталкиваться, а чтобы тормозить. Ларис, спасибо тебе большое за то, что вот так не побоялась и просто вышла и прошла со мной. Теперь я во что-то верю. Спасибо. Поэт и композитор, который поздравит тебя сейчас, является практически твоим семейным доктором. Да. Понятно, да? Но он, правда, давно никого не лечит, хотя любая его песня снимает боль, доставляет радость. Да, собственно, что говорить? Два слова. Александр Розенбаум. Спасибо, что приехал. Устал мне быстро. Спасибо, сын. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так стой. Мы с тобой во всем похожи. Понимаешь? Ты выше. Мне очень... И ты знаешь, я не буду ничего особенного говорить, потому что я тебя очень люблю, и ты всегда со мной, я с тобой. Чего лишний раз разговаривать? Да. Я хочу тебе пожелать прежде всего покоя, потому что ты очень беспокойный человек. Ну, Мишка говорил, много говорю я. Я хочу тебе пожелать покоя, это очень важно для тебя. Здоровье, естественно, и еще, как вот сказали, я твой семейный врач, поэтому я все знаю, и очень хочу, чтобы мама твоя была здоровая и счастлива. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уже прошло лет сорок после детства, уже душою все труднее раздеться, уже все чаще хочется гулять не за столом, а старым тихим парком, в котором в сентябре уже не жарко, где молодость и листья не сулят. Где молодость и листья не сулят. Уже старушки кажутся родными, а девочки как куклы заводные. и Моцарта усмешка все слышней уже уходят за полночь соседи. Не выпито вино и торт не съеден, и мусор выносить иду в кашне. И мусор выносить иду в кашне. В дом наш как-то туча забрела и стекла со стекла. Мы свои даже не переживем я-то ты вдвоем. Уже прошло лет тридцать после школы и мир моих друзей уже не молод. Не обошли нас беды стороной, но ночь темна, а день как прежде светел. Растут у нас и вырастают дети. Пусть наша осень станет их весной. Пусть наша осень станет их весной. В дом наш как-то туча забрела и стекла со стекла. Мы свои даже не переживем я-то ты вдвоем. уже прошло лет двадцать после свадеб. Уже не мчимся в гости на ночь глядя и бабушек приходим навестить на день рождения раз и раз в день смерти а в третий раз когда сжимает сердце желание внучатами побыть. Желание внучатами побыть. Уже прошло полжизни после свадеб. Друзья, не расходитесь бога ради уже нам в семьях не до перемен ну пусть порой бывает очень туго но все же попривык мы друг другу оставим мель по мене горечь сцен давайте не стесняться старых стен в дом наш как-то туча забрела и стекла со стекла мы свои даже не переживем я да ты вдвоем мы свои дожди переживем я да ты вдвоем я да ты вдвоем и добавляю что ты да ты на тебе не не дожди творим это льда но это не дожди на дождь А сейчас еще ближе. Саша, вот ты мне посвятил свое выступление. Теперь я тебе посвящу. Видишь, у меня капелла фиговая получается. Ты под гитару все время поешь, а я под фанеру. И сюда. Стань со мной. Да. Под фанеру. Никогда. Такие деньги за эту декорацию платили. Такие артисты не проваливали. Такие артисты не проваливали. Я тебе посвящаю. Под фанеру поможешь потом? Да. Фу. Ну, я даю. На столе, это, на столе таком, вот, и твой мотив мне сбил, я не понимаю. Как напомни этот мотив, это листья, как это, ну. На столе совсем прозрачном мы стоим вдвоем. И подарка большего не надо. Ты приехал и согрел весь этот зал теплом. Подожди, не спеши, уходить как Кобзон. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Громче. Ещё громче. Громче. Совсем громко. Орите. Орите. Отдыхайте. Говорите. С выражением. Доказывайте. Докладывайте. Думайте и говорите. Говорите и думайте. Думайте, о чём говорите. Не думайте. Говорите. Думайте. Отдыхайте. Главный. Самый главный. Хитрый. Глупый. Хитрый и глупый такой. Лукавый. Но самый главный. Всех-всех главней. Подозревайте, главный. Всех подозревайте. Подозревайте. Но доверяйте. Доверяйте. Подозревайте. И доверяйте. Доверяйте. И подозревайте. Ходите. Ходите и говорите. Думайте, ходите, говорите. И подозревайте. И доверяйте. И думайте. Отдыхайте. Тревога, кругом враги Кругом враги, бойтесь, бойтесь кругом враги Бойтесь, не бойтесь, друзья Везде друзья, друзья, любите, любите Самый, самый большой друг, любите большого друга Поздравляйте Яна, поздравляйте Целуйте, пожимайте, отдыхайте, делайте что-нибудь, делайте что-нибудь, что-нибудь делайте. Говорите, созидайте, возрождайте, производите, пилите. Слепой, слепой, подозревайте слепой. Свет, зоркий, зоркий сокол, сокол зоркий. Летите, летите зоркий сокол, летите и пилите. Пилите, пили крыло, зоркий, пили крыло. Падаешь, упал, встал, нет ног, есть ноги, бегите, быстрее бегите, еще быстрее бегите. Жажда, жажда пить, пить, все пересохло, пить. Установка на воду, ищем воду, ищем воду, ищем, ищем, есть вода, нет воды, ищем воду. Ищем, ищем, ищем воду, нашел воду, ключ, ключ, хочешь пить, но не пьешь. Язык до пупа, язык распух, хочешь пить, но не пьешь, вываливается язык. Вниз язык пошел, ниже воду, хочешь пить, но не пьешь, хочешь пить, но не пьешь. Ниже воду, язык ниже, ниже воду, иди на голос, иди на голос. Иди на голос, хочешь пить, но не пьешь, хочешь пить, но не пьешь. Плескай воду. Отдыхайте. Все отдыхайте. Все отдыхайте и хлопайте. Хлопайте и отдыхайте, и думайте. Вообще, обычно, после такого принято говорить, я так счастлив, я готов умереть на сцене. Ну, в общем-то, я не очень готов. Ни в 50, ни в 80. Вообще, умереть на сцене, это не беда. Беда, когда артист, как артист уже умер, но он продолжает выходить на сцену. А у нас очень тактичные зрители, они продолжают смеяться над его шутками. И даже иногда дарят ему цветы. Только сам этот артист не замечает, как похожи эти цветки или цветы на венки. Или не хочет замечать. Потому что плохой артист, он точно знает, что... Плохой артист умирает задолго до своих похорон. А хороший только после них и начинает жить. Хотя там тоже есть свои прелести, могут что-нибудь дать там. Народного или участок небольшой. Недалеко от Москвы, там метр восемьдесят на шестьдесят. Ну и вообще, вот у меня, к примеру, сегодня день рождения, никто и не крикнул, как обычные залы. Ян, поздравляем тебя. Да у меня в августе был парень. Я, честно говоря, надо, наверное, говорить какое-то слово в конце. Но я не знаю, что говорить тут. А вот, Орлазоров читает заключительный монолог, в конце которого спрашивает зрителей, чем же заканчивает концерт? Как и не дождавшись ответа, он пожимает плечами и молча уходит через зрительный зал. Фига себе концовочка. Зрители первых рядов, не в силах сдержать эмоции, подхватывают Орлазорову на руки. Вот это уже лучше. Нет, что-то незаметно. А приписка, извини, Ян, не получилось по деньгам. С последних рядов слышатся крики. Браво, Орлазоров! С последних, не с балкона. На последних рядах никто три часа не высидит. Никого не осталось. Ну, если осталось, то это такие. На руках зрителей Орлазоров плывет через зрительный зал. Восторженная толпа выносит его наружу. И несет по улице. Женщина из окон бросают ему цветы. Навстречу едут машины, гудят Орлазорову. Идут милиционеры, свистят Орлазорову. Пролетают птицы с... Еще одна приписка. Полный бред, ничего этого, конечно, не будет, но пусть почитает, порадуется старик. В общем-то, конечно, хотелось бы что-нибудь сказать. Вот как ты думаешь, что вот надо сказать, если вот я был юбилей, последние слова. Что надо сказать, такие заключительные, чтобы тебе понравилось. Что надо сказать? Мне сложно сказать. Понятно. Как вы думаете, что нужно сказать? Вы. Будьте счастливы. Я зрителям. Будьте счастливы. Вы как считаете? Спасибо всем. Спасибо всем. Что бы вы сказали? Давайте еще поговорим. Так ты еще сейчас не начинал. Это заключительное слово. Что бы ты сказал? Буду рад видеть вас еще. Это я вас. Очень буду рад видеть вас еще. Ты бы что сказал? Я думаю, что он еще не последний. Ты вообще, по-моему, здесь не должен был сидеть. Что сказать, последнее слово какое? Спасибо. Спасибо всем. Как бы ты сказала? До свидания, приходите. До свидания, проходите еще. Что еще сказать, юбилей? Это я же не знаю, что говорить. Подержи. Я вам с тобой поклонился. Ты очень на меня похож. Тебе рано еще. Вот это финал. А пока падают листья, это значит осень. Значит, зима наступит не скоро. А пока эта дождь будет переходить в аплодисменты, может быть, она не наступит и никогда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»